Если вы думаете, что китайцы самостоятельно умеют производить только подделки на известные бренды, да еще пишут популярный тест производительности Antutu, то вы давно отстали от жизни и ничего не знаете о современных тенденциях. За последние годы Китай шагнул далеко вперед, не только в плане производства конкурентоспособных устройств, но и в плане разработки системы приложений. В этом видеоролике хочу рассказать о китайской прошивке MIUI, базирующейся на Android. Благодаря тому, что это не отдельная операционная система, а просто видоизмененные пользовательские интерфейсы совместимых приложений, здесь полный Google Play. Разрабатывает прошивку компания Xiaomi, занимающаяся выпуском одноименных телефонов с предустановленной прошивкой MIUI. Но эта прошивка существует не только для сяомовских телефонов, а еще для множества других. На официальном сайте можно найти много-много популярных, известных брендовых телефонов, но и этими телефонами все не ограничивается. У этой прошивки огромное сообщество, и энтузиасты портировали эту прошивку почти на все более-менее популярные телефоны. Переведена на многие языки, в том числе на русский. Вот на этом телефоне у меня стоит не прошивка, а просто лоунчер. Называется Mi Home, можете поставить из Google Play бесплатный лоунчер. Лоунчер нужен для тех, кто просто не хочет перепрошивать свои телефоны, а хочет что-то более красивое, чем стандартный лоунчер. Но лоунчер не дает всех преимуществ прошивки, так как это просто оболочка для запуска приложений. Отдельно о лоунчере я говорить не буду, а перехожу сразу к прошивке. Для тех, кто привык пользоваться стандартным Android, точнее стандартным лоунчером, будет непривычно отсутствие списка всех приложений. При установке приложения сразу кидаются на рабочий стол. Для того, чтобы удалить, достаточно перетащить на иконку корзины. Системные приложения, понятно, что не удаляются. Это отличие от стандартной прошивки, потому что при удалении с рабочего стола иконки просто удаляется иконка. Здесь приложение деинсталируется, точнее спрашивает, удалить или не удалить. Так же, как в стандартном лоунчере, можно объединять приложение, по папочкам разъединять. Но в стандартном приложении, если остается одно приложение, точнее одна иконка, то папочка исчезает. Здесь папочка остаётся, надо вот так вот разъединить. Так как сразу всё кидается на рабочий стол, то рабочих столов здесь не ограничено. Можно создавать их сколько угодно. Раз, два, три, десять. В случае необходимости. Ну, может, конечно, чем-то ограничено, я полностью не проверял. Если не нужны, можно удалить. Если рабочего стола не хватает, куда кинуть иконку, то он создастся, новый рабочий стол создастся автоматически. На рабочий стол можно кидать не только иконки, но и виджеты. Вот что здесь, папка, переключатели, часы. У меня стоит виджет вот часы. Так же, как в стандартном лаунчере, про это рассказывать подробнее не буду. Стандартные иконки типа телефона, сообщений, контакты, музыка, камера, галерея перерисованы. И многие приложения переписаны. Например, музыка – это не стандартное приложение, которое идёт с Android. Камера, галерея – тоже это всё переписано. На этом останавливаться не буду. Если заинтересуетесь, сами поставите. Телефон. Звонилка переписана. Мне понравилось, что в журнале вызовов непринятый звонок пишет, сколько пропущено гудков. Если пропущено три гудка, значит, я не очень нужен звонящим, можно не перезванивать. Если шесть или десять, меня хотят, надо перезвонить. Ещё здесь настроек в системе очень много. Я только на некоторых остановлюсь. Настройка записи. Понравилась возможность автоматической записи. Можно записывать все номера, а можно только выбранные. Ну, для чего выбранные, может быть, понадобятся. Все звонки адвокату. Ну, разговор с адвокатом записывать. Телефон, контакты, группы. Это всё объединено в одном приложении. Вот так вот тут перелистывается. Удобный поиск. Но показывать не буду. Это контакты моей жены. Чего их светить. Переписана здесь и шторка вот этого вот уведомления и переключателей. При открытии сразу попадают переключатели. Вот так вот, если нет уведомлений. Переключатели можно здесь изменять положение. Ещё там добавлять. Это не очень интересно. В уведомлениях понравилось то, что если уведомление с вопросом да-нет, то появляются автоматические переключатели. При подключении к компьютеру спрашивают, подключить как USB накопитель. Прямо здесь сразу так да. Ну, в смысле, переключатель переключается. В отличие от стандартной прошивки, где надо нажать, а потом ещё в одном окне нажать. Да, 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 я согласен. Про рабочий стол всё. О, насчёт того, что много настроек. Давайте я сразу пойду в настройки и покажу. Есть общие настройки, они вот так вот. Здесь их вроде как немного. Есть все настройки, которые разбиты по группам. Беспроводные сети, персонализация, аккаунты, батарея, параметры системы. Все настройки показывать не буду. Их на самом деле много. Здесь даже на настройках, вот видите, округлые вот эти вот углы скошены. Это всё настраивается здесь где-то в настройках в глубине. Можно всякие спецэффекты делать. Здесь большинство отключено, потому что это всё-таки не мощный телефон. Памяти всего 512 мегабайт оперативной. Поэтому большинство фишек отключены. Версия у меня стоит MIUI 5. Версия 3.9.16. 3 это 2013 год. 9 это сентябрь месяц, 16-16 число. Вообще версии выходят раз в неделю. Потом переводятся на другие языки, портируются на другие телефоны. Всё это можете почитать в интернете. Компания выпускает не только эту прошивку, но и разные приложения. Вот я говорил, что музыка, камера, переписная галерея. Это бесплатные приложения, которые идут сразу с прошивкой. Но в прошивке не идёт плей-маркет, например. Потому что компания собирается зарабатывать на этом. Ну, кроме производства телефонов, надо же на чём-то зарабатывать. Вы знаете, что сейчас сервисы приносят денег больше, чем производство железа. Поэтому она пытается продвинуть свой магазин приложений. Ну, аналог плей-маркета. Там достаточно много приложений. Я заглядывал, хоть и поставил плей-маркет. Облачное собственное хранилище пытается продвинуть. И ещё у неё есть Xiaomi кошелёк. Нет, кошелёк Xiaomi называется. Где-то он здесь вот. А вот и Mi Cloud, Mi Credit. Это вот всё их приложения. Именно на этом они собираются зарабатывать. Потому что, например, темы, которые я установил, на телефоне лежат, есть онлайн. Тем очень много. Есть, конечно, бесплатные, но очень много платных продаются за Mi деньги. Это как раз те самые деньги, которые вот в этом кошельке и болтаются. Очень большое внимание в прошивке удалено безопасности. Здесь и антиспам, и чёрный список, и антивирус, и защита от автоматического запуска приложений. Есть даже возможность настраивать для каждого приложения, что оно может, чего не может. Вот отправлять смс, телефонные звонки. Вот здесь вот написано, сколько приложений это могут делать. Также здесь же можно настроить права суперпользователя. Можно включить, можно выключить. При том, что каждое приложение, так же, как в суперюзере, можно настраивать, имеет он права суперпользователя или нет. Я не буду перечислять все возможности этой системы, потому что они практически безграничны. Прошивка выходит раз в неделю. И любой желающий может написать разработчикам свою идею. И, возможно, уже через неделю, в следующую пятницу, это будет реализовано в вашей прошивке. Благодаря огромному сообществу и куче интересных идей, и быстрой реализации этих идей, прошивка развивается очень быстрыми темпами и набирает себе поклонников. Заметил, что в последнее время эту прошивку стали ставить не только сяомовцы на свои телефоны, но и другие китайские производители. Вот этот вот экран разблокировки виден очень на многих скриншотах в интернет-магазинах. А в описании написано MIUI OS. И подписано Support Android 4, чтобы потенциальные покупатели не испугались названия MIUI, подумали, что-то китайское, несовместимо ни с чем, и не убежали. А увидев Android 4, Support, задумались, а, наверное, это какая-то хорошая надстроечка. В описании можете найти много полезных ссылок по этой теме. Ну, а сообществу MIUI и разработчикам желаю процветания и реализовывать интересные идеи, потому что некоторые идеи еще не реализованы. Во всяком случае, переводчики на русский язык жалуются, что не хотят некоторые идеи реализовывать. Ну, на этом все, наверное. Продолжение следует...